Уж если мы разобрались с различательным гауссом целых гауссовых чисел, давайте сделаем следующее. Докажем, что любое натуральное число, ну или целое неотрицательное число, представимо в виде суммы 4 квадратов. Вообще-то есть форму на одном из первых занятий для количества представлений. Сейчас для нас это абсолютно недостижимая формула, непонятно, что с ней делать. А вот доказать существование мы это можем. Замечательным образом. Оказывается, что как здесь была формула про произведение, и по большому счету все из нее получалось, так же и здесь есть, только это будет уже называться не 500 целых гауссовых чисел, а квадронионы. И у этих самых квадронионов есть норма, и норма произведения равна произведению норм. Давайте объясняться. Во-первых, если у нас есть три элемента, и жи ка, то есть простой способ запомнить, как их перемножать. И на жи это ка, жи на ка это и, вот так вот, когда идешь по числу стрелки. И ка на и это жи. А вот это же замечательная вещь. А если наоборот, то меняется знание. Жи это минус ка, ка жи это минус и, и и ка это минус жи. То есть, для квадронионов умножение некуда. Я прекрасно понимаю, что когда первый раз человек видит эти формулы, то есть ощущение непонятно, откуда это взялось. Поэтому, наверное, все-таки имеет смысл геометическая комплектация. Вот, если у нас в пространстве есть перпендикулярные геометические вестры, то у них есть такое понятие векторное произведение. И для векторного произведения ситуация ровно такая. Правило, которое определяет векторное произведение двух векторов, очень простое. Если у нас есть какие-либо вектора, то нужно нарисовать параллелограмму, посмотреть, какая у него площадь, взять вектор, который перпендикулярен этому параллелограмму такой длины, какая у него площадь, и ориентировать так, чтобы когда вот этот вектор вам смотрит прямо в глаз, то вы видели, что в эту сторону происходит вращение. То есть, если и идет по оси абсцисс, ж по оси ординат, а к по оси аппликат, то вот когда умножаешь и на ж, вы получаете к. А в физике, как тут это называют, правила муравчика, левые руки, правые руки и так далее, главное, что смысл вот такой. Нужно каким-то образом выбрать единообразную ориентацию, поэтому правила она выбирается. Я не хочу сейчас подробно объяснять, откуда возникли патронеоны, почему эта конструкция в некотором смысле единственная. Я сейчас ничего сказать не хочу. Я просто при помощи патронов сейчас напишу формулы и замечательным образом они помогут нам решить задачу. Строго говоря, можно вообще сейчас считать, что вот это все это просто так слова, что они ни при чем, а на самом деле мне нужны некоторые формулы. И вот эти самые формулы давайте получать. Но, конечно, я не собираюсь запоминать эти формулы, и поэтому я все-таки буду показывать, как они получаются из патронеонов. Первое. Патронеон это вот х плюс и у плюс жз плюс ка вот это патронеон. Это некоторое форму. Сопряженно называется вот такой формулы. Если вы умножите q на кус 4, будет вообще-то 16 слагаемых. Что это будет слагаемых? х умножить на х это х квадрат. иу умножить на минус иу это иу квадрат. жз на минус жз это з квадрат. кт на минус квадрат это т квадрат. А вот когда вы будете умножать жз на х и х на минус жз получите 0. Или когда будете умножать иу на минус жз и на ж из минус а здесь будете умножать жз на минус и у то замечательный опыт тоже получится 0. Казалось бы и здесь и здесь минус и здесь и здесь плюс но в одном случае вы умножаете и на В другом случае, жиной получается, по тем правилам, получается ноль. Поэтому квадргионы – это способ разложить сумму 4 квадратов на 2 множителя. На вот этот и вот этот. Замечательно. А теперь представьте себе, что у нас есть 2 квадргиона. То есть добавляем еще А плюс ИБ плюс ЖЦ плюс КД. Это некоторый другой квадратный номер. У него есть прижеты. А минус Б минус ЖЦ минус КД. Я это не проверял, но можно убедиться, что квадргионы ассоциативны. То есть, если у вас есть 3 квадргиона, КУ1, КУ2, КУ3, то когда вы умножаете КУ1 на КУ2, а потом на КУ3, то это то же самое, что КУ1 умножает на КУ2. Завейте, пожалуйста, они не квадратные. То есть и ножи – это не то же самое, что Женайда с Ницумом. А вот ассоциативность есть. Так вот, сейчас давайте рассмотрим произведение КУ на КУ2. Компутативности нет. Но сопряженный квадргион – это что такое? Это КУ на КУ2 с чертой. Правильно? Правильно. Замечательно. А вот теперь, смотрите, какая интересная штука. Вообще-то, сопряженное – это КУ2 с чертой умножить на КУ2. Когда вы переходите к сопряженному, вы должны менять порядок. Ну, как бы это вам проверить? Давайте я возьму какой-нибудь пример. И на Ж. И умножить на Ж. Это что-то К. Переходим к сопряженному. К сопряженное – это у нас минус К. Замечательно. Теперь, что такое Дубль-В сопряженное? Дубль-В сопряженное – это понятно, что такое. Это Ж сопряженное, то есть минус Ж. А что такое КУ сопряженное в нашем случае? Это И сопряженное, то есть это минус КУ. Их произведение, Ж на И, это как раз и есть минус К. То есть, понятно, какой здесь эффект. Переход к сопряжению – это изменение знаков перед ИЖК. Если я поменял знаки здесь и здесь и перемножил бы просто, то, понимаете, один раз поменял и там поменял, в результате у меня ничего бы не поменялось. Но за счет того, что я еще не переставляю, как раз нужно в образе меняться. Ну, в общем, кому интересно, аккуратно проверьте. Это действительно такое вот тоже верное. И теперь я могу умножать. КУ, Дубль-В, умножаю на его сопряженное. Пользуясь этой формулой, получается КУ на Дубль-В, на Дубль-В с чертой и на КУ с чертой. А вот это уже вещественное число. Это квадрат модуля, то есть это сумма квадратов А, В, С, Д. Значит, вещественное число можно вынести. И получается А в квадрате плюс В в квадрате плюс С в квадрате плюс Д в квадрате. Умножить на КУ с чертой. Но КУ с чертой это Х квадрат плюс И в квадрате плюс З квадрате плюс С в квадрате. Значит, мы с вами, в общем, более или менее готовы писать огромную формулу, но без нее в этом доказательстве никак, которая представит произведение суммы квадратов в виде четырех чисел на сумму квадратов чисел А, В, С, Д в виде суммы четырех квадратов. Для этого надо просто-напросто перемножить вот эти квадраты. Вот занятие. И, пожалуй, я буду писать ответ. Последний раз посмотрите на эти формулы, постарайтесь, запомните. И на ЖИ это К, Ж на К это И, и ухо-числовые стрелки. К на И это Ж. Вот, все, теперь освобождаю место для ответа. Сначала посмотрим, когда у нас получаются без ИЖК. Вот как это Х умножить на А. Дальше, вот здесь, когда умножаем, минус И или В. Когда здесь умножаем, минус ЗС, и когда здесь умножаем, минус ДВ. Отлично. Теперь, бывает И, бывает Ж, и бывает К. Мы с вами должны понять, откуда возникает И. Да, очень просто. Х умножить на В. Хорошо. Еще откуда возникает И. Все-таки придется И, Ж, и К. Вот они по кругу. И умножить на Ж, это К, и так далее. И как получается? Как? Ж умножить на К. Здесь берем Ж, здесь берем К. И пишем, соответственно, ЗД. Хорошо. А как еще можно получить И? Надо К умножить на Ж. К умножить на Ж, это против часовости ЛД. Поэтому пишем с минусом. Минус ДС. Отлично. Как получить Ж? Ж, ХС, ЗА, как еще можно получить Ж? Ж можно получить умножением К на И. Можно? Угу. Уже опять? И Ж, К. К на И, это как раз есть Ж. Когда здесь умножаешь, будет плюсом. Будет плюс, БТ. Хорошо. Наоборот. Когда умножаешь И на К, то получается минус. Минус, минус, УД. Осталось всего лишь одна скобка. Откуда получается К? ХС, Д, это легко. Плюс ДА. Вот это тоже легко. Так. Теперь надо И на Ж умножать. Отсюда берем И, отсюда берем Ж. Это будет И, ГС. Вот так. И наоборот. Ж на И, это с минусом. Минус, взгляд, угром. Ну, вообще-то, это не так уж и страшно. Если у нас получилось, если у нас есть А, номер B, квадрат, крик Ц, квадрат, крик Ц, квадрат, крик Ц, квадрат, некое число М, то предвведение Н на М, это есть. Единственное, я сейчас напишу формулу, и у меня в том виде, в котором у меня здесь получилось. Объясняю, почему. Это несимметрично получилось. У меня здесь вот один плюс, три минуса, здесь три плюса, один минус. Ну, это, конечно, можно было написать, что здесь тоже три плюса, а там остальные минусы, но все равно это оказывается. Но я так не хочу. Я хочу, чтобы было бы два плюса и два минуса. Этого нетрудно добиться, если просто перед B, C и D написать минус. Дело в том, что здесь вот вместо B, C и D написать минус, ничего не изменится. Так и сделаем. Получится А, плюс В, плюс С, плюс Э, плюс Э, в квадрате, плюс, и B, C и D написал минусы, Значит, что здесь получилось. Получилось минус B, C, плюс B,Y плюс A,Y минус B, Z плюс C, так. Так, не только осталось, минус Cx, плюс dx, плюс az, и минус bt. Так, и конец последняя. Получается минус dx, минус cy, плюс bz, и плюс az. Проверите, надо просто в квадрат ввести. Нет, нет, это не ужасно. Когда вы взводите в квадрат, бывают квадраты, и бывают попарно-порезбивые. Итак, здесь а квадрат x квадрат, b квадрат x квадрат, c квадрат d квадрат. И в каждой привлете тоже все а, в, c, d, и здесь, при зете а, в, c, d, и здесь по одному разу. Все хорошо. Теперь проведение. Скажем, xy. Вот здесь будет 2ab, а здесь минус 2. Замечательно. При xz здесь а, c, а здесь вот будет минус а, c. Замечательно. Здесь вот будет минус b на минус d, а здесь минус d на плюс b. Действительно все идеально. Это формула. Я, в принципе, мог ничего ни про какие квадраты ионы не говорить, а просто сказать, что вот посмотрите, вот ученые доказали, написали такую формулу. Написали? Нет? Форма правильная? Правильная или нет? Через 100 лет придем, когда проверим. Нет. Через какие 100 лет? Просто посмотрите. Она симметричная. Если бы она была не верна, то она что-то везде была бы не верна. Нет, нет. Если я про правильную не скажу, то вообще не про правильную. Честное слово, это формула. Эта формула позволяет, если знаешь два числа, то она позволяет и произведение тоже представлять в виде суммы квадратов. То есть, на самом деле, нужно теперь для двойки, но это легко, 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 0 в квадрате плюс плюс 2 в квадрате. Так? И для всех остальных нечетных чисел. Так? Нечетных простых чисел. Если я для всех простых чисел докажу, что они предоставимы в виде суммы 4 квадратов, то автоматически при помощи много раз примененной этой формулы я получу и для всех чисел. Так? Значит, теперь у меня работа очень простая. Я предполагаю, что для всех чисел 1, 2 и так далее, P минус 0, для меня все сделано. Беру какое-нибудь простое число P и в предположении, что все для него числа представлены в виде суммы 4 квадратов, докажу, что P тоже представлено. Разумно? Разумно. Замечательно. Давайте это делать. Сначала имеет смысл посмотреть не на 4 квадрата, а на такое выражение. 1 плюс x в квадрате плюс y в квадрате. Давайте докажем, что можно подобрать лица y целое число так, чтобы это делилось на P. Между прочим, это часто встречается выражение, поэтому нам полезно, в принципе, поговорить об этом. Итак, мы хотим, чтобы это делилось на P. Другими словами, мы хотим, чтобы единица плюс x в квадрате была бы сравнима с минус y в квадрате, по-моему, P. Отлично. Теперь зададим себе вопрос. А, в принципе, сколько вариантов, если P простое или черное число, может быть для x в квадрате? Ну, понятно, что разум x в минус и столько вариантов для x в квадрате. Это, так называемые, квадратичные вычеты по модулю P. Давайте только примерим, что P равняется 17. Что тогда бывает? Бывает остаток 0, но в квадрате это 0. Бывает плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3, плюс-минус 4, плюс-минус 8. Всего 17 остатков, они разбиваются на числа от 1 до 8, 0 и числа от минус 1 до минус 8. При возведении в квадрат все эти минусы все равно исчезают. И фактически нужно понять, что числа 1 в квадрате, 2 в квадрате и 8 в квадрате все дают разные остатки определения на 17. И в общем случае то же самое, да? В общем случае будут числа до P минус 1 пополам. Так очень просто. Если есть какие-то два числа, A и B, A меньше чем B пополам, B меньше чем B пополам, и они положительные, то когда вы их возводите в квадрат, получаются обязательно разные ответы. Почему? Потому что если разность квадрата делится на B, то это то же самое, что A минус B умножить на A плюс B делится на B. Ну когда произведение делится на B? Когда или первая скобка, или вторая. Разность не может, потому что они были разные. Сумма не может, потому что они были меньше чем B пополам, значит сумма меньше чем B. Таким образом у нас вариантов всего получается. B минус 1 пополам ненулевых, и еще один для всего, B плюс 1 пополам ненулевых. Для любого нечетного простого числа P квадратических вычетов, то есть ненулевых остаток от деления квадрата, P минус 1 пополам что-то. Ну и еще мы, естественно. Это тоже квадрат. P минус 1 пополам вариантов для Исааки. Как все видниты прибавляем, они от этого остаются разные. И здесь варианты, то же самое, P плюс 1 пополам. Пуспода, всего остатка от деления на P, это число в сумме с этим больше чем P, это P плюс 1. Поэтому есть какой-то вариант, который и слева, и справа. Ну и значит это сравнение действительно умеет решить. Понятно? На самом деле это ключевая лимма. Ну то есть это туждество, конечно, совсем важно. Без него у меня никаких шансов бы не было решить задачу. Но вот если мы уже знаем это туждество, то вот эта вот вторая лимма, она является важной, важной, важной. Смотрите, что я сейчас делаю. Я уже сказал, что существуют такие числа X и Y. Вы все заметьте, пожалуйста, это же были не просто числа. Это были числа меньше P пополам. Правильно? Были числа меньше P пополам. Значит, X квадрат меньше чем P в квадрате делить на 4. Y квадрат меньше чем P квадрат делить на 4. И значит, мы имеем вот такое вот равенство. Где K такое-то натуральное число. И при этом вот это вот меньше чем 1 плюс P квадрат делить на 4 плюс P квадрат делить на 4. Но это меньше чем P квадрат. Поэтому K меньше чем P. Мы получили вот такое равенство. Здесь K меньше чем P. Рассмотрим ситуацию, когда K число четное. Только вот даже не обязательно вот в таком виде. В принципе, если у нас есть сумма квадратов какая-то 4 числа, которая равна некоторому четному числу. Давайте объясним, как тогда тоже в виде суммы 4 квадратов записать число N. Эта формула у нас уже по сути была. Если написать X плюс Y и X минус Y. Только единственное, мне сейчас нужно числа взять в правильный порядок. Если сумма 4 квадратов четная, то не может быть, что среди них нечетное количество нечетных числов. То есть, может быть, что все нечетные, или два нечетных, два четных, или все четные. То есть, можно разбить числа на пары одинаковой четности. Давайте так, пусть X и Y к одной четности, и Z и T тоже одной четности. То есть, X плюс Y делится на 2, и Z плюс Y делится на 2. Так вот, пишем такую форму. Z плюс D в квадрате, Z минус D в квадрате, и обнаруживаем, что это 4. При этом все слагаемые четные. Ну, значит, можно разделить обе части на 4, и получится, что X плюс Y пополам, Z минус D пополам, Z минус D пополам, это N. Замечательно. Мы научились двойку здесь убирать. И в правой части получается при этом сумма квадратов. Ну, если несколько двоев мы так сделаем, несколько раз, в общем, уже не обязательно будет 0 в квадрате плюс 1 в квадрате. будет просто какая-то сумма квадратов. Она будет равна P умножить на какое-то там M, и число M будет нечетное. Вот, пришли к такой ситуации. M меньше, чем P, и M нечетное. Сейчас наступает самый интересный в этом доказательстве момент. Нужно воспользоваться вот этой формулой. Только вот вопрос. Откуда возьмем числа ABCD? Единственное, здесь нехорошо. Здесь написано M. Давайте просто вот это вот заменим конвершую, и тогда все будет хорошо. Вот. Очень просто. Я разделю числа X, Y, Z и T с остатком на число M. Смотрите, что она тогда будет. X пусть у меня будет сравнимо с A, Y сравнимо с B, Z, C, A, T, C, D по моему времени. Я разделил с остатками. Правда, остатки бывают большие. А я сейчас хочу, чтобы числа ABCD были бы меньше, чем M пополам. Это можно. Смотрите, ведь если X заменится на минус X, ничего не меняется. Поэтому, если остаток получился у вас больше, чем M пополам, напоминаю, M не черное число, остаток получился больше, чем M пополам, то в таком случае вы просто X замените на минус X. Тогда остаток заменится на M минус этот остаток. Он был большой, он станет маленьким. Таким образом, в случае чего поменяв знаки у чисел X, Y, Z, D, мы можем получить такие ABCD, что X, Y, Z, D, соответственно, сравнимо с ними по модуле M. И вот для этих чисел ABCD смотрите, что будет. Во-первых, сумма их квадратов меньше, чем 4 умножить на M квадрат 9 на 4. Так? Сумма их квадратов меньше, чем M квадрат. M большое меньше, чем 4 умножить на M квадрат, то есть меньше, чем M маленького квадрата. Отлично. Теперь идем сюда. Надо просто разглядываться здесь. Смотрите. X сравнимо с A. Поэтому по модуру M это X квадрат. Здесь Y квадрат, здесь Z квадрат, а здесь D квадрат. Поэтому содержимое вот этой скобки делится на M. Отлично. Смотрим здесь. B сравнимо с Y, A сравнимо с X, это 0. D сравнимо с T, C сравнимо с Z, это тоже 0. Если приглядеться везде, делится на M. Поэтому я могу написать вот это вот равенство в следующем виду. Смотрите. Смотрите. В правой части получается M квадрат. M квадрат умножить на какую-то сумму квадратов целых чисел. Каждая скобка делилась на M, значит M квадрат это вынесли на 7. Это в правой части. Теперь в левой части. А в левой части очень просто. В левой части у нас, во-первых, сумма квадратов. И еще надо умножить на A квадрат плюс B квадрат. Но здесь сравнение. Поэтому если у нас вот эта сумма квадратов делилась на M, то и M большое тоже делится на M. Вот мы здесь заменили X на A, Y на B. Но при этом эта сумма квадратов делилась на M. Значит делится на M. И значит это будет некоторая там ML. Но очень важно. Это M большое. У нас равняется ML. И M большое было меньше, чем M квадрат. Значит L меньше, чем L. Отлично. Осталось вот этого сократить. И мы получили такое же равенство, какое у нас было. Только здесь число уменьшилось. А здесь 4 квадрат осталось. Ну вот. Будем так делать до тех пор, пока не придем к тому же непростое число. Но в сумме 4 квадратов. А после этого много раз воспользовались в себе формулы. Мне кажется, что это совершенно замечательное доказательство. Конечно, оно абсолютно не дает формулу для количества представлений. Но такая совершенно замечательная игра с формулами. Эту теорему доказал Лагранж. Давайте в два слова повторю логику. Первое. Мы выписываем квадронионы. Или висятник квадронионов просто догадываемся до того, чтобы рассмотреть сумму этих 4 квадратов. Это выражение, вот эта замечательная формула, доказывает, что произведение двух предстоимых чисел предстоимы. Это первый замечательный удар. Второе. Принцип директора. Рассматриваем выражение вида 1 плюс x квадрат и понимаем, что для простого числа p их всевозможных значений при разных p плюс 1. Ну и минус y квадрат тоже прописано. Значит, есть где-то пересечения. И значит, даже сумма трех квадратов может делиться на любое простой число. Ну, мы сразу написываем еще ноль в квадрате и говорим, что вот так мы получили сумму четырех квадратов. Причем x и y можно брать небольшими, поэтому k у нас меньше, чем k. После этого переходим к общей ситуации. Вот она, сумма квадратов и число m. Отдельно разбираемся с четным и выписываем элементарную формулу, которая позволяет нам двойки убирать. Значит, m нечетная. И вот это замечательная идея. Заменяем числа на их остатки при делении на m. Играем со знаками, чтобы эти остатки все были бы меньше m. По модулю. И... И все. И получается, что здесь вот эти все скобки делятся на m. Значит, m квадрат выносится, сокращается. И l получилась меньше, чем m. Все. Д доброе. �омкеер, с... sixth��다. Э�. И тем, где подρούлись. Ремешаем деревьев. Похожไม banco banco. Они-тойм наст recognанию м Produkt begю. Похожем бела? Во withstand человека здоровья. Куда бела. Скажем дedo. Продолжение следует...